Сегодня у нас 27 августа 2017 года. Вы пойдете, проходите, пойдемте. Они там занимаются с ними, они сюда не будут выходить. Приехали в Урывки, в деревню Урывки. Вот Алексей Устина к нас привез. Геннадий пригласил нас, Шерстобитов приглашал Геннадий. Какая красота у них тут. Добрый день. Добрый день. Я подумал, вы на выезде где-то? Да ну на выезде. А я думаю, раз в три после трех. Ну вот все хорошо. Хорошо. Даже это лучше. Сейчас ему нам дадим маски. У вас сколько холодок? Холодок около 70. О, видишь? Уже пчела. Они уже сейчас злые стоят. Так. Потому что... Галя! Тогда надо сетки нам найти. Галя! Ты сеточки дай! А руки как? Руки опухнут не страшно. Да, не страшно. Они откидываются, главное, в лицо. Видишь? В лицо лезет. Махаться не надо. Торопиться не надо. Я читал книгу там один. Решил заниматься пчеловодством. Говорит. Вот чего узнать, сколько надо укусов, чтоб иммундент появился. Сколько? 700, говорят. Он начал считать. Через пару лет считал. А это вот он блестит. Это что? Это у вас больше для него. Где? Пленка какая-то? Где бить? А вон, вот здесь. Питочки развешиваются. Да. Тогда мы сделали защиту от грачей. А он грачи любит это? Не любит. Как накинулись на подсолнце, я не успел отгонять. Потом вот сделали, ни один не подлетает. А это вы еще на нитку повесили ленту? Взяли бечевки, повешили. И магнитофонные ленты. И они вот блестят. И вообще не подлетают. Даже удивительно. То отогнать не мог. И бегал, кричал, и сумел. Галь, ну что? Что такое еще? Будем расспрашивать? Ну да. Ну мы конечно будем работать. Здравствуйте. Добрый день. Приехали вот мы? Давайте. Молодцы. А я что тогда? Говорю, Ёлки. Возим мед, продаем. А вы скажете, где вы там берете? Так вот, чтобы посмотрели и увидели, что мы... Обязательно назовите свой адрес, телефон, все. Ага. Да. Ну ладно. Вот такая с проводкой у нас и была у мамы. Ну они немножко не такой конструкции были. Да. Снять что было? Да почему? Нет, не надо. Спасибо. Слушаешь, и кепку взять на сверху? Да. Можно кепку. Я надеваю подсветку. На Володю надо надеть. Главное. Я тоже подсветку. На Володю, да? Может меня не тронут? Да, конечно не тронут. Давай, я подержу, а ты надевай. Хочешь сказать, хорошо знакомый что ли? Они не признаются. Я думал еще куртку надеть надо было, может. Да ничего, ты с длинным рукавом не оставишь. У вас самое большое, сколько пчел жалили за раз? Ну, десятка-полтора жалят. И ничего уже не опухают. Уже организм не так восприимчивый. А бывает человек от одной пчелы? Ну больно. Вот иногда жалят, ничего терпимо. Иногда куда-то попадет, куда-то в венку или в нерв. А если говорят натирать луком? Не знаю. Сильно уменьшается. Я это делал, почти не напухает. А, когда жалят? Да. Лук надкусишь его, чтобы он свежий был. А у вас перчатки есть? Я бы перчатки еще надел на всякий случай. Да ничего. Чудо. Ну все. Я вот Алешке думаю, может. Стороннее будешь. Да они пусть идут, я туда не пойду. Пойдем, пойдем. Так а что ты так сидишь? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ты ближе к нему, чтобы что говорить слышно было. Ты даже долго подлечил, я там не интересный. Это сверху магазины. Это сверху магазины. Вот сейчас мы уже их вон... Некоторые стоят уже сняли магазины. Вот, видишь маленькие. Самый большой сбор в каком месяце? Ну, самый большой сбор в августе. Ну, как сказать? В августе мы все снимаем. И поэтому самая большая качка в августе. А вообще-то берут они больше всего-то пораньше? Ну да, пораньше. В июль. Август начало. Но качаете вы позже. Ну, качаем позже, потому что мёд должен созреть. Сколько раз вы качаете в августе? Ну, это зависит от семьи. Какая-то семья три раза качаешь. А какая-то семья только раз. А какая-то бывает и не разу. Это как... Семья как человек. Человек трудолюбивый есть. Есть и трудолюбивый. Вот так и семьи. А тут-то на Урыскинграде все знают, что вас нет? Ну, конечно, все. Ну и пакости не делаешь? Да нет, слава Богу, нет. Пока не замечал. А то наш дедушка ещё нарёв был. Такой на ночь что-то вложил, мам. Чтобы не разорили. Чтобы не разорили. Да нет. Мама-то с детства выросла тоже всё. Ну да, я знаю, что это. Растарайтесь обходить. Ну, сейчас она предложила. Какая там следующая? Не знаю. У нас же яблоки. Хочешь поесть? Ну, вот меньше урожай неплохой. Да вот мыши съедают. Вот почему-то то ли много гиблых пчёл, то они же погибают. Она сейчас вот рабочая пчёлая всего месяц живёт. А потом погибает, израбатывается. И поэтому на территории, наверное, много пчёл, мышей много. И все яблоньки объедаются. Вот они уже от корня отросли. Все побьют. Зимой? Зимой, да. Тут зимой снег вот так вот. Я вот был в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе. Архиерей говорит? Познакомьтесь, мой сын. Последний. Владимир Геннадьевич. Ага. И вот он говорит, архиерея, у них, говорит, на зиму все пчёл убивают. Ну, естественно. А весной, говорит, какой тебе надо, сколько надо, столько дадут. А кто? Даёт. Расплод. А некоторые люди держат для того, чтобы продавать пчёл. А так, если все будут убивать... Именно так, он говорит. Ну, это выгодно им, чтобы зиму не кормить. Но в то же время как жалко? Понятно, понятно. Я это ларварство, я считаю. Да. Вот смотрите. Вот, допустим, мы магазин снимаем, качаем. Внизу мы никогда не качаем. Вот здесь должно остаться самый минимум 25 килограмм мёда, чтобы семья выжила. А вот они как раз и поэтому и сохраняют. Вот, они мёд берут, откачивают весь, продают. А потом кто-то им пчёл продаёт, значит. С сахаром кормят? Ну, с сахаром бывает. Я с сахаром никогда не кормлю. Потому что это столько работы, столько заботы. И, во-первых, как мамка говорила, сахар для пчёлы это что? Солома для коровы. Вот это её выражение. Вот. Ну, можете вот оттуда, с лицевой стороны посмотреть. Так, давай сам уже и покажу. Мы ещё спросим. А там ещё весь ваш участок? Ну, мой участок вон весь, вон до туда, вон там зелёный начинается. А это вот всё моё. Ну, когда-то картошку засаживали. Сейчас уже всё засеяли. Мы картошки всего 4 сотки, наверное, насадим или нет. И всё пахано. В среднем сколько у вас в толоске, если пуговые бросить? Снимаете за год меду на продажу? Ну, килограмм 50. Ну, она какая-то больше даёт, какая-то меньше. Ну, в среднем килограмм 50 будет. Вот и так грубый подсчёт. Ну, вот прошлый год мы накачали, накачали 2 тонны 800 килограмм. На 60 целосемей. Посчитайте, как разделить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Видишь, прилетел. Вот я ору, машу руками. Вот. С весны, вот в марте где-то, я вот эту всю территорию освобождаю, убираю снег. Вот сюда на оговорку. А если это засеять какие-нибудь там люцерна? Ну, что-нибудь такое? Медосбор. Ну, этой площади для моих пчёл это, знаете, не стоит овчинка выделки. У меня вот тут вот люцерна посеяна была. Ну, какой это клочок? Ей надо сотнями гектар, чтобы что-то набрать. А у вас не приглашают где-то для опыления? Вот давайте посмотрим. Подойдём. Сейчас он будет выбирать. А это что у вас за баскрасильный какой-то? Это я потом сказал. А? Это для рамок. Для хранения рамок, Батимов. Вот которые с магазинов мы откачиваем. То есть тут не мошь, не мыши, не моль. Вот пойдёмте, посмотрите. А Виталий-то у вас не занимается пчёлами? Какой? А брат-то или что там? Николай? Николай? Ну, нет, не занимается. Он со мной переписывается какой-то там, не Николай. А, Виталий это племянник. А-а-а. Это Николай сын. Ну, 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 ну. Вот, идите. Снимите капельку. Сделаем. Давайте. Ты вперёд проходи. Поактивнее маленько. Видишь только. Вот, смотрите. Вот это вот прополис. Вот, лекарственная очень. Его спрашивают, он дорогой. Ну, его просто некогда. Вот эта семья много выделяет прополис. А она зачем выделяет? Что-то заклеивает? Это да. Это как клей для неё. Она все отверстия, все дырочки. А как вы с этого вот снимаете его клей? А мы с полоска не снимаем. А мы с полоска не снимаем. Мы только вот сразу. Разрезали по частям, брали, потом растворяли или как? Оно растворяет, их покупает. Тише. Вот немножко, Игнатий Тихонович, отойдите, чтобы тут пчёлы летают, чтобы на лёте. Игнатий вам. Кстати, в это, Дед Гена, нам тоже потом это. У нас прополис закончилась. Порожи куда-нибудь. Вот сейчас осень, это такая унылая пора для пчёл и для пчеловода. Вот видите, какие рамки. Это самый жрелый мёд, самый хороший. Всё запечатано. Это они уже для себя запечатаны. А веточки из определённой травы делаете или всё равно? Нет. Из берёзы самый хороший. Ну я вот из этой... Из ветлы. Из ветлы. Это как он, вяз? Вяз. А вот сейчас какие-то, говорят, по медогонке по-другому как-то, как отсасывает вакуум создать или что? Нет, я не знаю. У вас такое же всё, центробежное? У нас центробежное. Вакуумное я не видел. А как ловно срезать сверху воск? А сейчас увидите, там у нас этот процесс будет. Вон там у меня внуки распечатаны. Если так вот кинуть, сколько дней в течение месяца вы проводите здесь? А всё лето. Каждый день? Даже иногда пообедать некогда, вот когда раи идут. А много улетает раёв? Можешь проследить? Ну... У нас опять два роя село. У меня... Я могу гарантировать, что... До одного не могу гарантировать. Я стараюсь ни одного не упустить. Ну это вот бывает, когда-то уехать куда-то. И то мы стараемся, кто-то остаётся у нас. А как вы узнаете, что именно сегодня будет рой? Сильно видно много пшов? Ну, так мы не определяем, что сегодня именно. Ну примерно я знаю, какая семья готовится к рою. А как вы знаете? Ну это по состоянию семьи. Она начинает... Большой приплод? Да. Семья развивается усиленно. Закладывает мисочки, маточки начинает тянуть. Труднее много очень в семье. Я вижу, у вас языков мало здесь, почти нету. Ну языков... Когда рамка не полная, тогда нет? Да, или рамки не хватает. Где-то... И... Вот я нынче в одном полумагазине... Забыл это самое... Рамку не поставил, место оставил. И они построили язык большой во всю прям... Ну это мой недосмотр, моя вина. Чтобы была рамка, а то... А летом бывает, чтобы мыши залазили к ним? Нет, летом нет. А зимой? А зимой бывает, да. А где вы храните их зимой? А вот старый дом, он родительский. Прямо в дому? Прямо в дому. Так его как-то там подтапливаете? Нет, нет. Я даже зимой дверь у них открываю, у них такая жара поднимается. Они тепло хуже переносят, чем прохладно. А то я слышал о них как-то вот снегом обкладывают прям на месте. Ну бывает так, да. Наси, накапает. Капает, капает. Галина, наверное, устала уже возить тут пчелы? О-о-о. Устаем. Устаем. Ну любит, да. Но устаем сильно. Где водка? Да, она с моей сытой стороны. Но прибыток от меда-то оправдывает вашу работу? Ну конечно, как не оправдывает, конечно. А вам кто-нибудь завидует по здоровью? Тебе хорошо, ты в микроклимате таком, а я вот там-то... А я в шахте, да? На тракторе там с дымом. Ну может быть, мне никто так не говорил, но... Я думаю, думают люди так. Потому что об этом пишут много. Ну как? Вот я такое выражение слышал на собрании у нас тут. Когда мать на пенсию пошла и говорят, «Да что там Ксения Михайловна? Просидела под березками». Я говорю, ни один не сидел. Посидел бы вот тот день? Да. Да. Он бы тогда ни так не сказал. И вот ни одна рубаха за лето сопреет. Потому что все время одевший, все время мокрый. А вот я вам скажу, с ручей один. Вот маленькая механизация. Вот видишь, откачали рамки. Сейчас на обсушку ставим, чтобы они их обсушили. Мед обобрали, подремонтировали рамку. Вот сегодня у меня хорошо, много полосиков. Ну конечно. Сегодня на выходные сын приехал, внук, внучка. У нас отец занимался обстами, хочу сказать. И каждому он благословлял. Это Игнатию, это Иакиму. Ну а там еще от них приплод ваш. А мать благословляла колодки. Ей уже распределила, а для меня нет. Не досталось. Она говорит, сделай колодку. Я сделал там, такая ляповатая. Она поехала на улыбку, стариков спросить. Правильно ли это она, мы верим. Скажите, залила, говорит, колодка. Только откачай опять полная. Да? Да. Мать благословлял, поехали. Вот. Принимаем, говорит, все что есть. Это зайди, чтобы видно было. Вот. Видишь, вот мои внуки тут. Вот сейчас можете сетки снять. Покушать вот блинов. Свежих. Блинов. Ну, мы так называем. Ну, а сетки... Ну ладно, я подержу. Да, подержи. На всякий случай. Надо, чтобы никто не умел, да. У вас тут целый целый подпольный. Да, не подпольный, но показываю. Подпольный не показываю. Вот это вот распечатывание. Видишь, как распечатывают ножами? Видишь, как мастерские уже распечатывают? Вот, смотрите. Вот, смотрите. Как видишь? Это не каждый сумеет. Ну да. Зато их можно... Лишку срезать. Внучка у меня за второй год тут помогает. На плиточке стоит сосуд, и они туда растут. Остатки сошло. А тут стекает. Там стоит кастрюля, вон туда капает помаленьку. Ну, кастрюля собирается мед. Вот так вот это, которая... Это у вас блины? Блины называются? Да. Покушайте, покушайте. Да ладно. Собивайте, мне надо это. А у вас одна медагонка? Одна медагонка. Одна медагонка. Его мать и моя работали на одной колхозной пасеке. Мать его была, конечно, Саша. Ксения Михайловна, наша Мария Егоровна. Да, вместе работали. Так что мы давно узнали. Давно знакомы. Я был маленьким пацаном, а вы молодой человек был. И качали, накачали. На березу привязали веревку. Ох, как раскачает, даже страшно сидеть. Ничего не хочешь делать. Ну, покушайте, покушайте. Да мне неудобно здесь как-то. Почему? Ладно. Покушайте. Многие работают, а мы тут. Ну, немножко. Многие работают. Мы потом наложим и угостим их. А то что вы так нам? Покушайте. Молодец. Вы это не стесняйтесь. Можно даже съедать это. Воск не перерабатывается в человеке. Ну, он очищает тишки и выходит. Он только, говорит, не дает единственный, который перерабатывает его. Ну-ну. И восковая амоль, наверное, перерабатывает. По сегодняшний день не разгадали. В чем, допустим, на 500 метров, на километр где-то поставили, и пчела прилетает. Ее заметили, что она не сама летит. Она восьмерки эти пишет. И высекает средние дисектрисы. Они точно ту банку, которая в клевере стоит или где-то находят. Как находят? Да. Сделали, говорит, механическую. Так же. Но она еще пчел на нее смотрит. То есть она какие-то звуки издает еще. Да, пчела, да. Издает танец. Такая тварь, вот Бог же дал, мудро все. Ее любят и медведи, и муравьи, и цари. Мне кажется, кисли еще. Засоливать надо. О, гад. Ситечки. Идетки. Так, я забыл. Ситечки там спущены. Парни. Поилки. Ну, еще что хотите сказать о Пселах? О своей работе? Ну, что это? Тяжелая работа. Вот у меня трое детей. И никто не хочет. Вот сын. Это самое. Он сам уже не боится. Ходит. Детевья боятся. Дочери тоже. Ну, они помогают. Не с чего бояться. Так жалятся. Ну, и трудоемко это. Да. Ты, говорит, пап, целое лето сидишь с ними. А потом еще надо куда-то мед реализовать. Это хорошо. Вот сейчас. Потеряевский покупает. У меня много меда. Знаете, Потеряевский? Нет. Нет. Ну, потом в Барнауле. Поехали. Вам понравилась Потеряевский теперь? Да. В Барнауле. Потеряевский тоже есть. Тоже покупают у меня мед. Приезжают. На Сибирске приезжают. Покупают мед. Тоже. Одноклассники даже. Ну, одноклассники даже. Ну, и это самое. Сейчас вроде вот. Сначала лето такой наплыв. Всем надо меду. Меду. Люди не понимают, что мед должен быть созреть. А не качать его, как мама говорила, сладкую водичку. Вот сейчас мед зрелый. Вот пишут и разрешается, что вот третья часть запечатана, третья часть, что мед зрелый. Но лучше, когда 50% запечатана. А самое хорошее, когда вот так. Конечно, работы с ней очень много. А пчеловоды молодые, они не ждут, когда запечатан. Он пока не запечатан. Раз, быстренько откачал. Не надо ни распечатывать, ничего. Правильно? Да. А людям же, говорит, надо жиденький. А после этого он неизрелый мед, он закисает. Вот. И поэтому... Так, а вот сейчас будем сливать мед. У вас на 4 грамки? 4 грамки. Механические это... Смотри, автомат. Ну, сделали электрические, меньше мне это самое. Треводите? Да, буду. Сейчас вот солю немножко воду. Ой, мед. Видите, пол уже перекладина достала и не крутит. Нельзя крутить. Сейчас. А такой фирмы нет, которая скупает мед? Да они очень дешево покупают. Ага. Очень дешево. Ну, им выгоду надо своей. Ну, конечно. И... И... Большую выгоду. Нет. Ну, надо же немножко совести иметь. Но... Совести. А у них нет совести. Действительно. Я звоню. Говорит. Две с половиной тысячи. Я говорю. Что? Банка? Ну, я знаю, что не банк. Трехлетовый. Говорит. Фляга. Я говорю. А вы что думаете? Я его в болоте черпаю. А сколько это... На две с половиной тысячи они хотят купить? Флягу. Флягу? Да. Флягу. Ну, так это скажи. Вот и скажи. Мне легче, скажи, эту флягу продать. Я скажу, вот так раз дам по дешевке. Конечно. Мне легче ее в Кутерей в Кутерей. А вот интересно. Вас не приглашает колхоз на... Ну, какие-то там... Ну, я понял. Цветы. Чтобы опылять. Нет. Не приглашает. А сейчас колхозов нету. А фермера сеют только пшеницу. А пшеницу не надо пылять. Ну, семечки сеют. А гречка? Или гречка мало? Ну, гречку сеют, да. Но не приглашает. Ну, интересно. Вот в Америке, когда, говорит, ездят... Вот я оттуда беру данные с одним пчеловодом переписывался. Он говорит, я рой поймал. Сейчас у меня, говорит, 180, что ли. А я говорю, какие пасеки? По две тысячи бывают. Я там ездил, когда за медом заезжали. Вот там, такая как ведро. Ведра, наверное, два наших, три входит. И вот, когда приглашает этого, ну, кажется, я тебе урожай повышаю. Но ты-то мед мой взял. Нет. Платят, договариваются пчеловоду. Хотя он и собрал мед. У нас тоже в Алтайском крае есть хозяйство, которое специально приглашают и платят. Но это те руководители, которые понимают, что это надо. Ну, сейчас вот гречка, она самоопыляющая. Вроде они не выделяют. Ну, это самое вот. Все равно вот они берут вот нынче с гречки. Немножко тесно, видите, у нас. Надо расширять цех. Видишь, как надо ловиться? Надо он сейчас горячий. А когда холодно, он вообще вот так ленточкой ложится. Видишь? Мы знаем, мать каждому из сыновей, дочерям, по фляге благословляла на зиму. Ну, мы тоже даем детям. Это тебе, говорит, фляга. А 10 детей, 10 фляг. Ну да. Ого. А медовуху-то делаете? Нет, я сам не пью и делать не умею. Ден, там уже не... Да я смотрю вроде бы. Я меряю ведрами. Можешь ведру слить? Чтобы ориентироваться. А сколько? Сколько накачал? Я не знаю. Заботный, слил. Так, сейчас вот. Дальше... Дальше цыдем. По перку, в какое время они больше берут? Весной. Пока медосбору нету, а пыльцы много. И вот они даже рамки портят. Жалко даже рамки. Они тащат, тащат, им работать надо, взяток, а взятка нету. Даже взяток поздно. Мед очень тяжелый. А это для чего отсаживать? Ну как, чтобы цылить, чтобы чище был. Там же воск. Видите, вон воск. Бывает, иногда расплод там выскочит. Это уже не постное. Не постное. Зато полезное, да. И поэтому вот двойное ситечко. И то, вы же видите, вот я наливаю когда в банке. Все равно вверху, там же есть пленочка такая. Вот микрочастичья воска все равно проходит. Ну это, он не вредно, полезно, но все равно. А вот вы, может быть, переписывались или как в Грузии собирает. Как алтайский мед ценится ваш конкретно? В стороне с ними. Алтайский мед вообще ценится. Я там был в Грузии, вот они говорят, алтайский мед здесь в цене. Он и в Германии в цене. У меня и в Германии берут мой мед. И в Бельгии даже нынче попал. У меня приезжал хрестик из Бельгии. Даже в Бельгии вот не было еще. Это самое. В Германии много вот дали на это самое. Одноклассница постоянно берет у нас мед. Высылали. И в Москве, и в Питере наш мед попадает. А сейчас пчелы ваши примерно на каком расстоянии берут взяток? Ну вот, примерно километра четыре. Ой-ой-ой. Вот гречка посеяна, вот корчевки. Кто там, поля корчевки? Это через две клетки наши. Где-то примерно три с половиной километра четыре. Ну, конечно, они приносят меньше. Если бы вот были ближе посевы, конечно, они бы больше. Вот нынче, эта самая медосборка, я посчитал. Прошлый год мы собрали вот таких ведер вот. Двести четыре ведра накачали. А нынче, двести, ой, сто сорок ведер. Пока еще. Ну, может сто пятьдесят, сто пятьдесят. Не погода, наверное, из-за дождей? Да, из-за дождей. Потому что начал доник цвести вот тут в шарчевке поля. Доник начал цвести, только понесли пчелы мерзли. И дождей. 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 Стрепья берут? А? Стрепья берут? Берут. Стрепья. И очень много. Репей дает. Да. Вот такие. Одиннадцать дней мы вообще богатые пчелы не были. Ну, в смысле, были, мы не были. Потому что мы не работали. Да что-то Галина не рассказывает там. Иди туда. Да вон. Подойди. Еще она там. Два года. До всего. Ну, сейчас, Леспа, что-то говорите? Одиннадцать дней. Одиннадцать дней вообще не работали с пчелами. И пчелы не работали. Дожди, дожди. И вот, представляешь, вот такая она трудолюбивая. Вот только дождь прошел, только солнышко выглянуло. Немножко обдуло. И они сразу пошли, пошли, пошли. Опять дождик. Сможешь, дождик начинает. Они все идут с поля. Прям нынче вот. Когда такой денек, прям тучи идут. Вот нынче вообще вот так вот. Вот тут сидишь, смотришь, они прям тучами идут. Оп. Божья насекомая. Да. Вот как она чует, когда надо идти на работу. Вот. А иногда сидит, вот до обеда не работает. Значит, нету на цветах нектара. А нам как только ржался, пошли, пошли, загудели, загудели. Вот знают они все. Прямо. Маша мать, сколько ножей-то в пасеке потеряла? Мама, где нож? Да он где-то, детки, лежит. Мы знаем, что не летает. А пап, на Арсюшку есть что-то? Мы на меду выросли. Я не знаю. Я не знаю. А, подождите, я заболтался. Давайте я включу, качай. Подайди поближе, посмотри. Паш, а ты тут ни разу не крутил? Никуда, только поставлены. Может, я их не вытаскивал поди даже? Или поставлены? А нет, с медом? Да. Нет. Нет, не качано ни на одной стороне. Вот смотри, как его вытаскивают. Рамки ломает. Стали, эээ, вощину плохую делать. Вообще. А вообще, вообще, это, вощину-то самому никак не взять. Да вот я и думаю, что надо делать. Да хочу с ними знать. В Германию. Да надо покупать. Видите? Вот у матери. Все, что ли? Несколько лет я вообще не видел. Это вот новое поставил, они его распускают и все. Потому что там гольный парафин, там воск нет. Жулики. Мы сдаем. Вот жулики. Это вообще беспределка. У нас только воск берут на свечи. Ну. Смотри, что делается. Отдал деньги. Да. Да большие деньги. Так вопрос в том, что это же рамки, это золотой фон. Мы наклеивали так, а у матери это помогали. Но такого я не видал. И я не видал. Вот года три как стало. Я даже удивился. Да. Потом спрашиваю тут у мужиков. Говорю, как так? Они говорят, такая. Я думал, то ли проволока что-то зависит. Какая-то проволока нехорошая или еще что-то. Какой-то запах. Оно как получается, что стягивает его. То есть они умеют его... Разъедают его. Разъедают? Да. Видишь, выбирают. Они его не хочут. И вот украинский один пчеловод показывал. Стопку, килограмм растопил. Вот такой вощины. Готовый уже. Растопил. И там воск. Чуть-чуть пленочка. Остальное какая-то белая ерунда, что непонятно. И вот он призывает. Говорит, давайте, мужики, пчеловоды, сами это... Сами делать свою вощину из своего воска. И чтобы их наказать, этих производителей. Чтобы не обманывали людей. Ведь раньше не купишь вощину, пока не сдашь воск. Да. А сейчас, пожалуйста, покупай вощину, воск не сдавай. Только подороже. Если воск сдаешь, там на килограмм воска продают 0,7 килограмма, это самое, вощины. А если без воска, то там потишь дороже. Дороже. И вот эту чистоту регулируют, да, обороты? Да, это, да, обороты. Вот сейчас. Чтобы рамки не ломало, вот приходится потихоньку добавлять, добавлять. А то совсем их ломает. Прямо вручную, ручкой крутить. Да у меня тоже ручка, я нынче только вот это самое. Облегчение мне дети купили. Я давно смотрел, посмотрел, думаю, ну как, разве будет этот моторчик справляться? Ну я же знаю, как она крутить тяжело. Ну вот, справляться. Сейчас я переверну их на другую сторону. Да. Тут у меня вот супруга никак не соглашается качать. Я говорю, лучше к пчелам пойду ты сам. Потому что тут надо. Вот сейчас в другую сторону. Вы не вынимаете, а просто перетедаете? Это кассеты удобно. А у нас не принимают. Это поднимают? Это вот уже на пасеке были такие. Я вот матери помогал. Уже такие были. Сначала да, вынимали, поворачивали. Они и сейчас есть такие. Но вот это очень удобно. Вот когда они пошли, это очень удобно. Ведогонки. Но сейчас есть радиальная. Рамка не так ставится, а вот так. Центр. Там больше можно рамок поставить. И она доказывает, что не так ломается. Ну, я не пойму почему. Так а так если ставить, так а сколько рамок? Только вот так. Четыре-то вот так не поставишь уже? Так. Ставят даже до пятидесяти шести рамок. Ну, конечно, барабан больше. Двадцать четыре есть рамки, тридцать шесть есть рамок. Но они вот так ставятся. А, вот так. Сначала в одну сторону крутят, потом в другую? Да, да. Сейчас даже если автоматически. Я вот по интернету смотрел. Программу ставят. У нас здесь крутят, крутят. Раз. Останавливается. Кассеты бах. Как-то раз. Сами поворачиваются. Автоматически. Интересно вообще смотреть. Но у них крутят не так. У них там из-под низу редуктор крутят. Да, но кто Бога славит за то, что Бог дал такое человеку пособие. И я вот. У меня мать так любила пчел. Вот уже болела. Выйдет. Ну, а я уже занимался. Выйдет, вот так встанет. Смотрит. Вот ей так жалко. Вот она так хотела этих пчел. Ну, вот болезнь. А вот, судя по всему, не должны бы пчеловоды болеть. А вот тоже я знаю, что не должны. А приехала мать, она же раком заболела. Привез в Барнаул, в онкологический центр. Стоит, регистрируется передо мной дедок, перед матерью. Кто профессия? Пчеловод. Мать тоже пчеловод. Я потом думаю, почему же это так? А потому, что чем не жарче, чем солнце светит сильнее, ты у пчел. Ты у пчел. А не даром же это радиация. Сейчас говорят, в такой-то день жаркий солнце, лучше пробыть в избе. А мы на самом солнце. Не можно закитать. Да, и я вот сделал такой вывод для себя. Что... А чего ни одной женщины с вами нету? А? Ха-ха-ха-ха. Посмотрим в видео. Посмотрим в видео. Вот сейчас я уже эту сторону побыстрее качаю. Видишь, как там мед летит на кромке? А-а-а. Маленькие полосочки. Видите, что там? В списке, ребята. Вот когда начинаешь качать, это особенно видно. Как шумит по стенкам. А потом со стенок он стекает туда. У других пчеловодов, которые, знаете, у них мёд какой, с какого цвета? Ну, это, как сказать, если пчеловоды к полю вывозят, там можно сказать определён. Откуда я знаю, по цвету вот вижу, допустим, а так, откуда я знаю, с какой она. Ну, как-то же вы определять можете, а то у него такой-то, и вы видите, там мёд слабее. Падился или там ещё такой? Падевый? Ну, падевый это... Понимаете, я вот с 5 лет, как мать стала работать, я чужой мёд-то и не ел вообще, и не знаю, поэтому мне трудно сказать. Я вот даже говноалтайского ни разу не кушал. Вот в прошлый год с сыном мы были, Дягилевый покупал в Барнауле, Дягилевый, пчеловодный магазин немножко, да, он чем-то отличается вкусом. Так, сейчас, в интернете, 254 сорт, а не добавляют шоколада ещё-то, ну, как и могут быть, например, это мёд пчелиный, а какой больше никакого и нету. Да вот именно, ну, от растений только может зависеть. Ну, я не знаю, сейчас действительно продают по 200 сортов мёда, ну, я не знаю. Как его можно набрать столько? Он, этот период, цветки отошли, ну, не можешь же ты с каждого цветения снимать мёд. Всё равно там у тебя и то будет, и другое будет. Да, ну, конечно, может быть липа, она раньше цветёт, а подсолнечник больше, так можно. Но одновременно и другие степени. Да, но одновременно и другие какие-то, и яблонька цветёт, и черёмуха. Но с этого ещё мы не качаем, потому что ещё магазины не стоят. Денин, вы просто слишком взрослый, это бизнес. Да я понимаю всё. Об этом пишут, разводилов, вообще там, на ярмарках, на этих. Ну, я так говорю честно, что вот мы так говорим. Ну да. А грешневый, он всегда корешневый. Вот нынче, вот прошлый год и нынче, он как-то с красна. То был, вот я помню, у матери на пасеке он был тёмно-зелёный. И вот сын говорит, он агроном, он говорит, да, вот с одной гречки он такой цветом, с другой такой. Это вот от гречки зависит сейчас. Вот второй год у нас какой-то с красна. Я первый раз увидел, какой-то мёд с красна. Да. Я как-то просил помощи для лагеря детского и мне помогли. Главное, сахара нету, а привезли 4-5 мёда под пломбами. Да мы тогда давали мне помощь-то. Но он, он не зрелый, если честно сказать. Гречневый. Нет, гречневый, гречневый. Но он не зрелый, он жидкий и не зрелый. А вот слизать такой аппарата нету, чтобы вот так поставилось? Сейчас есть, да. Но это вот почему-то всё на Украине. Там много занимается пчеловодство. Вот я в интернете видел, да. Я вот купил нож, две тысячи стоят с лишним, электрический. Вот через трансформатор, всё, тут регулировка есть. Ну я не могу им распечатать. Он как вот, как утюг. Он не гнётся, не толстый. Не могу. Неудобно. А вот этим и привык. Вот тут единственное, что плохо. Потому что вот вода греется, пар, сырость. И подно, а когда жарко, вообще плохо. Как у вас вентиляция умерла? Ну есть вентиляция, но она вот шумит. Это самое. Я сделал тут вентиляцию. Ну она шумит, да. Омку не слышно. Я когда плёнками занимался, писал. А там ферромагнитный слой. Ну и мастер мне снял на улице. А там пьяницы сидят, никто не поймёт, что за запах такой. Оно дует. Ну что, кстати, тысячи плёнок проворачивает. Весь Союз снабжает. Вот у вас. Вот приходится облизывать. Вот так вот и качаем. Вот видишь? Что, совсем пусто? Ну не совсем, но мы сейчас, наверное, на обсушку пойдём. Если сильнее крутить, она ломается. Видите, она выломилась. Надо что, сами пчёлы потом подрабатывать, да? Да. Ну они вот, ставишь вот такое, они вот отрабатывают. А она ломается. Вот и жалко, что это. Шести граждан, это чудо. Да. Это же вот золотой фонд пчеловода. Без них не накачаешь мёда. А чтобы их отстроить, это так, ну фонде это самое. По тем временам, что мы знали о пчёлах, сегодня намного больше знают. И говорят ещё много-много тайн. И как с деткой именно, это понятно. Ну вот, всё заразу не покажешь. Вот где-то вот сейчас осенью нету детки. Ну у некоторых есть. Вот идёшь, там детка, там же нельзя её качать. Нельзя её, это самое. И поэтому оставляешь, они выходят, всё. И вот, видишь, новенькая эта нынешняя. А вот если бы пчёлы разговаривали, они бы ещё про вас сказали. Какую характеристику дали вам? А вот не знаю. Сказали бы матершинник. Вот видите, вот распечатали. А где ребятишка? Вот смотрите, вот тут вот был расплод, детка. Вот. А тут вот мёд был сверху. И вот они выходят, а потом дотаскивают. А вот там видят перга. Да, останьте. Вот тут вот белый мёд маленечко посветлее. А тут вот уже посветлее. Вот раньше дотаскивают. А Пурова-то знали? Урова? Да. Дмитрия? Да. А это дед у них был, Пётр. Одноглазый. И он говорит, ребятишке помогали. Я, говорит, накормил. Они на солнышке лежали. А я, говорит, щепный мёд с живота соскабливал. Туров. Мы с ним учились в одном классе на одной парте сидели. Это, наверное, внук его? Ну, наверное. Димка Туров. Вот он сейчас фермер потерял. У него поля были. Это всё теперь. Борик Фёдорович. Дмитрий Фёдорович. Да. Продал машину. Игорь купил у него нашу какую. А самослав? А-а-а. Ну, он законит. Вот, видите? Вот. Где была дедка, выводилась несколько раз. Видите? Видите? А почему чёрная? Ну, они несколько раз выводятся, и поэтому она темнее. Она крепче. А вот пирга, видать, вот жёлтенькая. Видите? Угу. А пирга, она когда рекомендуется в России? А она всё время рекомендуется. Ну, лучше, если она мёдом прикрыта, они уже для себя, то даже она не испортится. Раньше писали так, что они когда приносят, если ножик помогает снять, а это берётся лапками и головой трамбует. Да. Сверху затягивает. Вот, тогда она уже... Следующий, когда пойдёт выводок. Это одно, это уже человеку просто в шок. А вот пыльцу, если вот они приносят свежую, она портится. А, давай, я понял. Да. Не могу выводить. Когда она консервирует, тонким слоям, она с лёгкого боском затянет вообще. Подсчитаешь и думаешь, ой... Вот не могу вернуть назад, видишь? Начинаешь давить у меня от себя. Ну, вот видишь, как плохо. Ну, а вы-то вот сами столько лет будете. Вы понимаете, что природа не могла создать этого. Верблюд и пчела. Даже среди насекомых царств, возьмите, какой-нибудь там жалюще такое. Оса. Шершень. И тут пчела. Так вот. Показывать, шерш не нападают. За два часа полностью уничтожают. Всегда одной убивают. Сколько в среднем пчёл? Ну, от тридцати до шестидесяти тысяч. Триста беда? Там, по-моему. А на один килограмм мёда сколько надо посетить цветков? О, я даже не скажу. Я там скажу, но только я проверить-то не могу. Я доверяюсь. Так вот и я проверить не могу. То есть вещь идёт не о ста тысячах? Нет, нет. Вот вы говорите, посеять тут. А что это посеешь? Это полутора миллиона цветков. Да. Это ужас. Ужас. Вот сколько надо цветков, чтобы набрать в килограмм один? Я могу только свидетельствовать, что одна ложка мёда прекрасна. Ну, это да. Это их батюшка Аким Тихоныч говорит тоже. У нас вот Никита начал с матушкой дружить. Ага. Никита, вон он тоже. Он с Украины. Ааа. Так вот на Украине-то разве-то всё. В прошлом году, кажется, тебе даже что-то было там? Да, мы собрали там. Рой прилетел, матки нет, мы весь мёд забрали у них. Уже осень была. Вот обрали и отправили. Матки нет, а почему матки есть? Какой-то Рой без матки был. Он прилетел, сел там в старый улик и нашел. Не может такого быть. Рой никогда без матки не полетит. Как того матушка сказала? Матушка меня удивляет. У ней по 10 лет пчёлы, говорят, вот такие уже, а матки нету 10 лет. Да? Если матки нету, у неё семьи за лето не будет. Интересно, под дом залетел второй Рой. И Рой никогда не пойдёт без матки. Вот. Я говорю, а как так? А там матка старая, и поэтому они её, говорят, зажимают. Три. Одна остаётся. Два Роя соединить вместе под домом. А, ну это можно. А, ну это можно. Где вы стояли, но против них нет. Ну, вытащить их никак не знаю. Под домом ничего нет, а не лаги. А в каком месте-то весь дом? Это в интернете было, как выманить Рой из этого, из труднодоступного. Но я не посмотрел, как это. Там простукивают, что-то там дерево. Да? Да. Она закрыла его и поставила рамки. Я не знаю как. Если в дупле, а если в доме нет? Это если бы матку там поймать и матку. Да, они бы вышли за маткой. Не знаю как, я даже вот не соображал. Как это можно сделать? Завтра праздник? Успение? Угу. Завтра. Завтра вот у нас свет отключат на два дня. Вот тогда у нас праздник будет. Так. Вы давайте скажите, что еще хотите сказать и телефон и адрес. Назовите сами. Так. Ну, что я хочу сказать? Хочу. Ну, адрес. Алтарский край, Тюменцевский район. Село Урыбка. Улица Центральная, 15А. Номер телефона 299-43. Черстовитов Геннадий Павлович. Так вы телефон назвали Стасана? Стасана. А мобильный? Он нас не принимает. Да вы что? Тогда мы бегаем, чтобы найти где-то. А код? Скажите код. А, код, да. Скажи, я не помню. Так. Возьмем. 385-88. 385-88. И 299-43. Возьмем номер 385-83. Возьмем номер 380. А потом... 385, но это, как всегда, Антайский край. 385-88, наш Тюменцевский район. И номер 299-43. Я вот тут отмечаю, сколько ветер накачал, вот в прошлый год, вот нынешний год, но это не вес. А сколько ветер в день накачал? Вот, допустим, 25-го. Да, я тоже подумал, как Рампинзам. Вот позапрошлый год вверху, вот прошлый год. Да забываешь, вот так, а тут раз вылил, раз поставил черточку. Ну, оно интересно. Я даже пишу, сколько меда продал, кому. Никакой тайны не делаете. А какую тайну? Я хорошо не люблю тайны. Я вкалываю, как папа Карлов. Смотри, все цены, все килограммы, все открыто. Вот это подходит мне на 100%. Поэтому, Игнатий Тихонович, у меня жена, это вечный пионер. Она даже не даст мне рамку, если она не запечатанно, не даст откачать нисколько. Но она, давляя мать была, она это самое. Не концеприально в этих вопросах? Да, никогда, чтобы что-то как-то, я даже не знаю, что можно подмешать, и зачем это. Мне натурально, ну, накачанное бы продать, и то хорошо бы. Ну, вот если Господь благословит, то через 10 дней примерно мы этот ролик выставим, посвящение ваше. А, ну, это дело ваше, конечно. Ну, я, как бы сказать, мы подбеседовали-то, я просто хотел сказать, что покупаете мед, но надо же людям посмотреть, интересно. Ну, то ли он, я тут его сам произвожу, то ли пчелы нас мазят, и мы, вот, я ваши ролики смотрю, и мне просто интересно стало. А я, так, вроде шутка, и сказал, говорю, приехали бы на экскурсию, но он говорит, надо у начальника, но я к вам спросил. А так-то, как бы сказать. Ну, хорошо, провожайте нас. Нет, подождите, 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 мы немножко это... А какой дороге нам лучше выехать? Мы где-то поутали-путали, там, пара, Леша знает. Нет, мы только недолго, у нас вечерний сегодня. Нет, нет, недолго, ну, пять минут, подождите. Так, во-первых, нате вам, пара, а, кстати, сегодня у меня у папы смертный день. Умерший день. Нате вам, по подарочкам. Да, мы правильно вас ее купили. Не-не, это подарочек. Ну, спаси Христос. Я как подарок, так тише, пожалуйста. Я напоминаю вас перед Богом. А, жидковатая эта... Возьми, Тара. Подожди, все поэто... Это Володя. У меня это... Алеша. Что, теплей. Я не знаю, как тебя зовут-то. Володя? А, Володя. Как сын у вас? Ну, он... Алеша, возьми. У меня есть. Нет. Он не может. Понял. Так. Так. Все, Галина. Спасибо, Христос. Подождите, подождите. Чай я попьем. Нет, нет, нет. У нас служба, богослужение на пять часов. Только еще времени мало. Мало? Конечно. Ну, как времени? Уже третий час уже. Ну, чай. У нас пять часов надо приехать, приготовить. Ну, вот чай-то... Не покушали даже, ничего. Да, вот меда поедем. А, сетки-то... Будете надеть? Ничего. Вы осторожнее, выдавите. Я тоже думаю... Крышки, это... Слабые. Надо... Надо как-то поставить на пол. Ну, так вот возьми. Ну... Как это... Это я пройду. Да, Богу. Мы давно дружим с вашим отцом. Я не знаю даже... А, ну вот, у вас емкости-то хрустящие спрашивают. Что? Правите, вот емкости-то спрашивают. Ну-ну. Мы рамки туда составляем. Вот, смотрите. На хранение. Ну. Ну, не готовится такая мощность, что-нибудь задержит. Ну, вот. Сделаем, видишь? И в три ряда они будут вешаться. В три ряда. А что это делал? Ну, я сам. Вот. Сейчас покажу. Рамки стоят уже. Сейчас мы тут ставим. Вот видите? Это уже тут рамки. Ну, это еще не плохо. Сейчас вот этот заполню. Сейчас вот этот заполню. Этот буду заполнять. Да. Божье чудо. Только и скажешь. Да. Да. Так что скажешь. Вот стараемся все плотно все, чтобы ни мышь, ни моль. В газеты заворачиваем. Моль боится. А это, оно все пустое. О чем моль боится? Газет? Да. То, что яд это, да? Типографную краску боятся. Моль не любит типографную краску. Вот эта, газетами заворачивается. Моль. Вот эта и восковая. И обычно боится. А почему называется урывки-то? Ну, это вот речушка. Как будто рывками урывки. Да. Речушка там протекает. Местами течет, местами нет. И вот и называется оттуда урывка. Из-за того, что она прерывается. Да, из-за того, что она прерывается. Слава Богу, что мы побывали у вас. Вы давно не были? Да. Да, давно. Вот когда к пашке. А вот поилка для пчел. Вот они сейчас не пьют, когда взяток есть. А вот весной сильно пьют. Вот тут капит. Я воды наливаю. И капит. Они садятся, знаешь, как стадо коров. Сидят вот прям зигзагом так. Ну, сейчас вот они... Никогда бы не подумал, что это... А у нас просто стояли какая-то посудина. Она может утонуть там. Ну, да, они утонут. А тут они сидят. И так вот, как зигзагом есть, и так они зигзагом сидят. Ну, как интересно. Ну, ладно. Да, слава Господу. Ну, пойдемте хоть зайдем на минутку. Ну, что ж вы? Даже не зайдете. Ну, что ж, пойдемте, пойдемте. Только одну минутку зайдем. Где там молодежь? Молодежь его дома. Ну, вы мед поставьте пока, он тут на стол, что ли. А то, я чувствую, вы выдавите, Никита. Надо аккуратнее с ним. Что, поднялся? Да нет, нам выдавится. Ну, если кто-то... Снись. Не хочет, не развлазит. Ну, мы вообще развиваем. Посмотреться можно. Как это не хочет? Надо разбавиться. Пойдемте. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Нет, это была очистка. А где вы лазят? А здесь, а здесь. Посмотри. Мед, 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 воск. А зачем? Да ну, мухи. А вот, это тоже, кажется. Это, чтобы мух. Видите, вот, все. Мед, 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 воск. Вот, смотрите. Переработанная же, вот, из этих обрезков. Воск. Видите, какой красивый. Вот, буду пытаться делать, все-таки, сам восчину. Батюшка, ну, где-то воск покупал. Привозили зимой какой-то пщеловод. Ну, там много. Больше цены тогда брали. Да. Ну, у меня, вот, есть тут потемнее воск. Вот. Покажу. Ну, тут можно не снимать. Бардак. Бардак. Обычно. Ну, такие, вот. Вот такой у него. Ну, это вот из выбракованных рамок. Ну, старые рамки перетапливаем. Да, нам все натурально. Но, вообще, ну, лучше, конечно, из этого делать. Можно из этого делать. Можно перемешать. Видишь, куда ни глянь. А это что-таки? Мед, мед. Это мед, да, мед. Это на заказ у меня. Вот. И тут мед. А это вот прошлогодний мед. Андрей Устинов заказал. Я вот ему наложено. Вот полный бак был меда. Сейчас пустой. Прошлогодний. Вот полный бак меда. Это прошлогодний. Еще нет, ускрытого. Вот как люди умеют говорить. Нет, ну, а что скрывать? Тут просто ничего скрывать. Все правильно. Свет льется. А, Алексей. Свет включить, я говорю. Потому что ему нужен свет. Вот так. А, ну, я не знаю. Да вы тут это напрасно что-то сделаете. Ага. У вас интересное, как это расположение? У меня детей же много было. Тут сыновая комната была. Тут девочек. У меня для девочки. Девочек было. А там уже наши вот. Ну, нам летом за уборкой некогда ошибка эта сама. Так у вас компьютер есть? Есть, да. Вот тут спальня наша. Посмотри. Ну, сильно я не знаю. Можно, конечно. Вот сам делал это зимой. Нам летом некогда делать. Вот видишь, ничего себе. Ну, ничего себе. Естественное. Я посмотрел, потеряюсь, киваю, показывали. Да, у вас лучше всего. У нас ничего нет, но у нас, ну, просто для Бога. Вот тут компьютер сейчас у нас как это. А тут вот, ну, и вот, парка, это вчера у них баня пришли. Ну, тут вот, веранда. О-о-о. Да. Тут вот мы иногда гостей принимаем. Тут я сплю. Вот у меня тут спальня, я сплю. Тут, тут хорошо, тогда батюшка приезжал с женщинами, посидели тут, чай попили. Хорошо. Ну, как бы сказать. Мне очень нравится ваша открытость. Вот это вот. Я такое, поэтому мне это близко очень. У меня тайны вообще нету, я живу открыто, и все. А знаете, когда я председателем работал в колхозе, я же по несчастью работал председателем в колхозе. Ну, и в конце вот, ага, ты вот на Новосибирск ездил, там ты что-то имел с этого, иначе. Я говорю, мне вот глупому надо было пригласить всех, или хотя бы часть, перед тем, как я заступил на председательство, и показать, как я жил. И после председательства показать, как я жил. Чего изменилось? Вот тогда бы можно было сравнить. А я говорю, я до председательства лучше ноги жил. И после председательства не умру. Потому что, ну, если человек занимается чем-то, не пьет, не гуляет, и обои посмотрел. Ну, это мы вот зимой все ремонтируем. Летом некогда, то есть пчел зимой потихоньку по комнате подлить. Ну, ладно, я заговорил, давайте чай попьем, медку хоть покушайте. Давайте, садим. Вот у нас уголок, даже можно на что помолить. Только правильно, нет, не знаю. Все правильно. Правильно? Душа должна быть Богу направленная, правильно. Жить для Бога и знать, что все Христос дает. А хочешь, не хочешь, придется за все отвечать. У нас есть Божий суд. И поэтому человек, когда верил Богу, он вел себя тихо, с Богом, с миром. А сейчас только видеть, где по цепеньке ставят. И вот говорят, что вы вот в деревне живете? Да, что в деревне не жить? Главное, свет есть. Вода централизована есть. Сейчас даже электрическое отопление у нас, потому что у меня жена учительница. Вот. Ну, и такое есть, и такое есть. И вот что мне жить в деревне? Да. Конечно, до больницы плохо за ним добираться. Вот когда зимой непогода. А так что? Так можно жить. Я вообще не сторонник города. Вам сколько лет? Мне 66. 66. После 60 к врачам лечить раз не надо, а вот здесь? Да понятно. Бывает экстремное что-то. Вот типа аппендицита. Ну да, это другой вопрос. Вот у меня с аппендицитом зарезал. 54 года был мужик. Все, и умер. Да, уже вот 30 лет. Я его хорошо умею. Ну, ну что же он потеряешьки-потеряешьки. Он очень работящий, крепкий был. Косить пойдем, я куда попал бы от него. Надо же аппендицит, завалили мужик. Да, аппендицит. 54 года. Он из себя такой видный был. Крепкий, симпатичный был, да. Я вот на мать больше похожу. А вот Григорий, ну средний брат у нас. Да и Николай, по-моему, больше как-то на отца, да? Да. Да. Так, ну раз вот это все, это что-то там, а? На 39-ю. Маракуйя там. 39-ю. Которую в магазине снимали. Ну, в магазине вкатала. Она вот тут стоит, из-за дома. Так, ну, давайте сейчас вот это. Садитесь сюда, Алис. Присаживайтесь. Сейчас разобьем, помолимся. Ну, да. Все, я их им. Ну, вон, что раз. Ну, вон, чайку. Присаживайтесь. Вы с чем это? Вот это. Что коричневое? Это чай. Это просто чай. Чай какой? Купленый? Ну, да. А я не пью чай такой. Если можно, мы слышим, что вода будет простая. Нет. А у меня есть вот Иван-чай. Будет? Буду. Я же ничего заготовил, вот Иван-чай. Ну, Жак, тоже заготовил, да? Да не знаю. Я тоже нарвал. Я его не знал, а тут сынок мне привез, нарвал, привез. Да не надо ли еще простая? Нет, я просто показать, что Иван-чай. Вот это Иван-чай. Просто насушили, прислали недавно. Какие-то там травы. Ну, крутили, это самое, настаивали. Как его сказать? Керментировали. Вот, здесь я сегодня утром завариваю. Так, так, садитесь. Садитесь. Садитесь, Володя. Садитесь. Все, хватит. Хватит нас снимать. Хватит нас снимать. Давайте. Все. Посадись. Камеру нас лучше снимать. Кажется, такое мед если каждый день есть, молоком и медом текущая земля. Болеть не должен человек. Давайте. А со мной приходится. Так вот болячих-то всяких получается. Никита, присаживайся. Присаживайся. Все, давайте. Володя, а ты что? Да я что? Садитесь. А все воды курящие есть? Я не знаю, я не курю. В шестом классе все бросил. Все, снимайте. Хватит снимать. Давайте, садитесь, слушай. Вы можете это в квартире не показывать. Сущи потом отдельно. Поешь. Давайте. Это сезон-то всего коротенький. Ну, два с половиной месяца вот этого такого вот развития. Мать наша уже совсем лежала никакая. Все об щелкой говорила. Ну. Божья тварь. Сколько от нее взяли? Не собрать. Срезки. Даже подумать. Подумать, елки-палки, вот так вот. Сколько надо и трудиться, чтобы меду что натаскать. Я даже не случайно спросил вас. Если бы пчелы умели разговаривать, что бы они о нас сказали, когда отбираем мед-то. Ну, как вот мое все. И вдруг у меня кто-то отнимает. Я подумал бы, вор, сам не работаешь, а ты. И эти пчелы-то, они нас не благословляют. Потому что я на землю готовил. У меня ребятишек там было сколько уже. Всех выкинул. Да не нажорные вы эти люди. Да, да, да. Все правильно. У коровы теленка-то отняли. Вымя ей двое-то разбарабаннили. Она стоит. Вот что она нас думает? Я сихтовление написал. Что вы наделали? Какой у меня сыночек родился? И вы взяли и убили его. Я ходить не могу вот такое вот вымя. То есть образно сказать. Знать, вот в раю-то так не было, что сегодня больше и больше. Человек питался тем, что есть естественно. Бог давал когда землю людям, то говорит, земля текущая молоком и медом. Сравнение молоком и медом. А молоко вначале-то, конечно, не по 70 литров в день брали от коровы. Вот возле Робинзон Крузов, он коз как приучалые. Помалейку, помалейку. Когда ты все знаешь, и у тебя мысль к Богу идет, то Бог благословляет такой труд. А если человек думает, ага, я взял, а теперь чего подмешать в этот мозг? И как бы побольше взять, и им ничего не оставить. Пчелы на зиму. Простите нас, пчелки, что забрали у вас все. Вам надо идти, мы задержим вас, поехали. И вот это самое. Господи, слава тебе. Велика милость твоя, Господи, на сей день. Благослови это место. И мысль направо к горнему, к вечному. Это твоя божественная рука наградила человека всем необходимым для его жизни. Чтобы люди знали тебя, прославляли Творца Вселенной, невидимого и всюду присутствующего Бога. Да будут благословенны все приходящие сюда. И мысль направь их к Евангелию, дабы жить по Святой Библии, ожидая суда Божия. Тебе хвала и слава, Искупитель наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос Вас. Спасибо, что приехали. Богостили. Спасибо, Христос Вас, что приняли. Плохо, что некогда нам. Где? Нет, куда же. Так, ну мы это, мы все покидали здесь. Да ничего, ничего. Костюм. Вот так мы работаем. Лето, ну а то зимой отдыхаем. Да, говорят, я считал про это, а когда у Брежнева-то это случилось, там что-то неладное, так его пчелиными укусами лечили. Да, ну да. Пишут об этом. Да, да, я знаю. Читал тоже. Это вот осы, видишь, надоедает. Нас она никогда не кинется, не ожарит, если не предаешь. А пчела может сразу раз. Ну, всего хорошего Вам. Спасибо, Христос. Ваш это смотрят интернет, а как я это назовусь с фамилией? Да, это смотрят, смотрят интернет. Вот увидят. Ну, это самое. Если там что-то лишнее, можно убрать. Ничего лишнего нет. Я никогда не убираю ничего, как есть. Люди, бывает, там что-то другого подставляют, а не специалисты. Нет, я имею в виду, там, ну, что-то, видите. Нет, ничего нет. Я говорю, что мне вообще нравится вот эта открытость. Всегда так живу, и никогда вреда от этого не было. Ну, а что скрывать? У меня некоторые спрашивают, вот, расскажи правду, как вот, что вам. Ну, как, я тебе никогда не убираю, один всего спрашиваю. Ну, как я делаю, так я тебе говорю. Вы пенсии-то получаете? Да. Какая пенсия у Вас? Ну, у меня с губернаторскими 12 тысяч. 12 тысяч. 12 тысяч. Так, а жена-то на пенсии? Жена на пенсии, да. А она сколько получает? Она 10 получает. 10, 10, да? У нас по 6 с половиной жены. Все равно живем. Ну, а куда деваться? Слава Богу. Да нет, сейчас эти пенсии, вот, чтобы куда-то поехать, машину заправить. На полбака тысячи не хватает. Я раньше говорил, банку меду продашь, можно было несколько раз заправиться. А сейчас на полбака не хватает с этой рамки меда. С банки меда. Это ваша курица? Да, да. А какая пара? Из потеряевки. А, дешетки? Да, да. Это из потеряевки. Похожие. Красиво. Тут первый раз увидели. О, Геннадий Павлович, где ты таких красивых набрал? Ну, вот я что-то... Смотри. Да. Я что-то заметил у них, это, почему-то ноги. То ли они все-таки для Сибири не приспособлены, ноги какие-то, это... Наросты какие-то на ногах. Вроде не старые еще. И у петуха. Вы все же выбираете время, считать Евангелие, дети приезжают. Все написано, видимое временно, а невидимое вечно. И поэтому вас Бог наградил этим знанием, какие дети, имения. Все у вас есть. Только Бога славит. А мы все уйдем из этой жизни. А с чем мы на суть Божий предстанем? Вот это надо. А Бог же нам не запрещает работать. Вот ты... Благодари Богу. У меня сынок... Три высших у него. Три высших. Он агроном, экономист и юрист. Сейчас работает замглавы района по сельскому хозяйству. Ну, как раньше было. Начальник управления сельского хозяйства. Ну, давайте, ребят, ну ладно, давай. Сейчас, сейчас, нет. Так-то хорошо, конечно, общаться надо. А то мы к вам приезжаем, а вы у нас не бываете. Давно уже не было. Видите, а ты не знаю, отойдешь и к нишу, вот такие вот подают. Они не православные, но хорошие. Это надо спокойно сидеть, читать. Ну, это лишнее у вас, нет? Да. Да? Ну, подарили уж. Покажите, Володя снимает. Да, я заснул уже их. Второе название тоже, чтобы... Хорошие книги. Вот дети молодые, чтобы знали Христа Иисуса, жили для Бога. И прославляли за то, что Бог дает. Это великое дело. А у Паши, пацаного, кто живет сейчас? Дочь, тот живет, да. Чего там? А, я ничего, мед сейчас. Ага. Все. Дочка здесь живет, да. Спаси Христос вас. С Богом, давайте. Слава Христу.